Этим мамам не платят зарплату, потому что каждодневный труд в Союзе и есть их жизнь. А лучшая награда – это достижение детей. Пока дома ждут свои, малыши и женщины занимаются фасовкой народных обедов для других семей. Ежеквартально тысяча таких наборов расходится по всему краю. Всероссийский добровольческий проект запустил благотворительный фонд «Продовольствие Русь» два года назад. Как происходит процесс фасовки, вице-губернатору Анне Меньковой показала председатель Союза многодетных семей Светлана Неделько. Мы благодаря этому фонду имеем вот такое оборудование. Мы сами это все взвешиваем, фасуем. Пять видов круп и бутылка масла. Все это формируется в такой пакет. Да, вот видите, на такие обычные белые пакеты клеятся вот эти вот штуки. Они содержат рисунки именно той продукции, которую мы выдаем. И по итогу это выглядит вот так. То есть семья получает вот такой набор, которым по полкило. Работа Союза распределена между кураторами по кругам. Где-то семей больше, где-то меньше, отмечают активистки. Но список нужд всегда схож. Помочь с продуктами и одеждой, организовать праздник или даже просто передвинуть мебель. В кубанской семье чужих проблем не бывает. Семьи обращаются к нам непосредственно по территориям. И уже мы выносим этот вопрос на обсуждение в актив. И все получается. И от этого мы получаем кучу даже неблагодарностей. А ты понимаешь, что день прошел не зря. Что сегодня мы принесли кому-то добро. А добра хотелось бы делать больше, подчеркивает Светлана Неделько. То, что наболело, рассказывает вице-губернатору. Одна из главных задач открыть филиалы Союза по всему краю. Сейчас уже активно работает 22 отделения. Семейные центры становятся хорошим подспорьем для многодетных в глубинке. Из Краснодара туда доставляют продовольствие, вещи. И горизонты такой помощи необходимо расширять. Подняли тему обеспечения детей билетами в цирк и театр. А также возможность покупать их по договоренности с организаторами. За полцены. Сегодня крупные предприятия, бизнесмены и компании в силах помогать многодетным семьям. Подчеркивает вице-губернатор. А многие из них поддерживают Союз на постоянной основе. Например, выдают бонусные карты, делают скидку на ремонт техники, обеспечивают билетами на футбольный матч. Безусловно, то, чем вы занимаетесь, это очень благородно. Я рада знакомству. Я вижу, что вы действительно бойцы. Объединяет жизненные трудности? Или вас объединяет какая-то другая цель? Что все-таки было первое? Что основное? Основное, на чем я 9 лет назад строила свое желание объединить многодетные семьи, это показать молодежи и другим регионам, что Кубань всегда была изначально многодетной. И что мы, несмотря ни на какие трудности, безумно счастливы, что у нас есть такая миссия воспитывать трое более детей. Именно команда «Иззаимовыручка» помогает справиться со всеми трудностями, рассказывают активистки из кубанской семьи. И дело даже не в стальном характере или энергии. Просто каждая из них когда-то решила стать многодетной мамой. Вероника Веретенникова, Влад Захаров, Кубань-24, Краснодар.